В эфире программа ДПС. Дорога, перекресток, судьба. Пристальный взгляд на транспортную сферу региона. Меня зовут Эстер Делагарди. Сегодня в выпуске. Если взять перекресток улицы Немировича, Данченко, Ватутино. Два года назад мы установили здесь комплекс фотофиксации по нарушению правил проезда перекрестков, запрещающихся на осветофор и ступлинию. Он показал свою высокую эффективность. Как водители составили список аварийно опасных мест? Статистика на службе граждан. Эта система оказалась очень эффективной с точки зрения создания безопасных условий на дорожной отрасли. Поэтому будем ее продолжать и развивать. Система слежения работает эффективно. Видеофиксация на дорогах области уменьшает количество нарушений ПДД. Подумать лишний раз перед тем, как сесть за руль в нетрезвом состоянии. Преступление и наказание. За повторное управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность. Новые изменения в получении водительских прав. Министерство образования и науки разрешило переподготовку. Теперь автошколы получили право не только обучать, но и переобучать людей. Но тут есть свои тонкости. Итак, новый приказ предусматривает переобучение с категории М на А, а также с М на Б. То есть те, кто раньше получил права на мопед, могут за довольно короткий срок переобучиться на мотоцикл или легковой автомобиль. Также программа предусматривает переобучение с любой категории на подкатегорию Б1. Это уже более широкий спектр. Напомню, что права категории Б дают право управлять квадроциклами и трициклами с автомобильным управлением, а права категории А теми же вездеходами, но с мотоциклетной посадкой. А подкатегория Б1 дает право управлять и тем, и другим. Минтранс возьмет под контроль владельцев автобусов. Для них введут особые штрафы. Этим летом значительно выросло количество ДТП с участием автобусов и грузовиков. Как сообщает Минтранс, основная причина ДТП – человеческий фактор. Водители автобусов зачастую нарушают правила дорожного движения, за руль садятся люди с недостаточной квалификацией. Техника не всегда в исправном состоянии. Кроме того, рынок автотранспортных услуг разрознен на мелкие субъекты. За этот год произошла 21 авария с участием автобусов. Больше 120 человек погибло. Не всегда причиной аварии становятся люди. Погодные условия и плохое дорожное покрытие тоже играют свою роль. Так новосибирские водители невольно составили список самых опасных дорог. Эксперты одного интернет-ресурса предложили автолюбителям отмечать место ДТП. Что из этого получилось, расскажем далее. Перекресток улиц Ватутина и Немировича-Данченко занимает первое место в рейтинге аварийности Новосибирска. И это неудивительно. За моей спиной находится знаменитая в народе пьяная дорога. В сводках дорожно-транспортных происшествий этот участок проезжей части фигурирует уже много лет. Однако ситуация резко изменилась с водом в эксплуатацию Бугринского моста. Плотность потока здесь стала еще выше, а сама схема проезда была изменена. В итоге сегодня некоторые водители до сих пор не могут к ней привыкнуть. Однако по статистике дорожных полицейских количество аварий на злополучном перекрестке все-таки уменьшается. Если взять перекресток улицы Немировича-Данченко-Ватутина, два года назад мы установили здесь комплекс фотофиксации по нарушению правил проезда перекрестков, запрещающихся на осветофор и ступлинию. Он показал свою высокую эффективность. В этом году дорожных транспортных происшествий зарегистрировано в четыре раза меньше, чем в позапрошлом. Возможно, мнения инспекторов и водителей разнятся из-за того, что автовладельцы нередко решают вопрос без обращения в ГИБДД. А вот транспортный узел на Каменской магистрали единогласно признан аварийным. Пересечение военной и ипподромской также является одним из лидеров новосибирского рейтинга аварийности. Проблема в том, что даже в обеденное время между утренним и вечерним часом пик плотность автомобильного трафика здесь очень высокая. Примерно год назад на этом перекрестке запретили поворачивать налево с ипподромской. Однако многие водители до сих пор игнорируют это правило. Как следствие, новые дорожно-транспортные происшествия. В итоге на этом пересечении дорог уже в скором времени появится система видеокамер «Автоураган». В целом же, по словам сотрудников ГИБДД, ситуация с аварийностью в мегаполисе сглаживается. Уже в этом году в Новосибирске дополнительно появится 8 комплексов фотофиксации. По сравнению с прошлым годом, количество жертв ДТП в нашей области существенно сократилось. Свою роль в улучшении статистики сыграла система видеофиксации. Как работает центр мониторинга в нашем следующем сюжете. Дистанционный знак, как он распознан, в данном случае он распознан верно. Смотрит индексы, марку транспортного средства. Если его соответствует, нажимает кнопочку «Сохранить». В настоящее время в Новосибирске и области установлено 38 стационарных и 74 мобильных комплекса фото-видеофиксации. Они способны определить шесть видов разных нарушений правил дорожного движения. Конечно, водитель, подъезжая, он уже ведет себя осторожно. Он уже знает, что за ним есть незримое око, так скажем, фото-видеофиксации. Если он проедет на запрещающий сигнал светофора, не предоставит преимущества движению пешеходам, либо проедет на стоп-линию, то он будет привлечен к ответственности неминуемой. Система видеофиксации уже показала свою результативность. За восемь месяцев текущего года собрали штрафов на 250 миллионов рублей. В местах установки комплексов в четыре раза снизилось количество нарушений. Мы на будущее обязательно даже чуть усилим наши финансовые возможности по развитию, потому что эта система оказалась очень эффективной с точки зрения создания безопасных условий на дорожной отрасли, поэтому будем ее продолжать и развивать. Так, уже в этом году будут установлены камеры на перекрестках Каменской и Военной улиц, Берстского шоссе и Строителей, Красного проспекта и Гоголя, а в следующем году установят еще восемь комплексов фото-видеофиксации. 17 тысяч участников, сложнейшие задания и знания правил на уровне бывалых водителей. В эти дни в Новосибирской области проходит финальный этап конкурса «Безопасное колесо». Ученики областных школ соревнуются в вождении, пока на велосипедах, сдают экзамены по правилам движения и оказывают первую медицинскую помощь. О том, как происходит этот конкурс, мы говорим сегодня в постоянной рубрике «Гость». Это рубрика «Гость». Меня зовут Сергей Толмачев. Сегодня мы находимся в оздоровительном детском лагере имени Олега Кашевого. Здесь проходит конкурс «Безопасное колесо». Мой собеседник, начальник управления ГИБДД Новосибирской области Сергей Штейнмак. Сергей Викторович, этот конкурс сколько лет уже проводится в Новосибирской области? Ну, вообще история «Безопасное колесо» общероссийское – это 42 года и Юйдовскому движению. А в Новосибирской области он проводится 39-й раз. Сергей Викторович, а какое представительство в этот раз? Сколько районов области представлено и, может быть, гости есть? Здесь представители всех районов Новосибирской области, это чемпионы в своих районах. Хочу сказать, что этот конкурс ежегодно охватывает порядка 17-18 тысяч детей. Мы всегда на него, на этот конкурс рассчитываем, потому что, я уже сказал, большое количество детей принимают участие. И по старой доброй традиции в девятый раз к нам приезжают уже представители Омской области. Ранее приезжали команды с Томска и с Кемерово, но вот сегодня наши соседи представлены одной Омской областью. Все районы Новосибирской области. Вы сказали, что 17-18 тысяч человек участвуют в этом конкурсе. То есть есть какой-то предварительный отбор? Какие критерии? Расскажите подробнее. На протяжении всего учебного года проходят конкурсы и соревнования в рамках областного конкурса «Безопасное колесо». Это и «Зеленая волна», это и конкурсы рисунков, и свои там тематические в районах мероприятия. И потом район представляет, выбирает ту команду, которая будет представить район на областном конкурсе «Безопасное колесо». А команда, которая победит в течение этих трех дней, будет представить Новосибирскую область на всероссийских конкурсах. А у нас есть какие-то успехи на российском уровне? Несколько лет назад мы заняли девятое место, попали в десятку. Это достаточно для нас успех, потому что есть регионы, которые целенаправленно готовят команды для представления в конкурсе. За несколько месяцев этому посвящают. Мы же так вот по-честному, по-настоящему представляем ту команду, которая стала победителем на областном конкурсе «Безопасное колесо». А назовите возраст участников от самого маленького до самого старшего. Ну, вообще, этот конкурс предназначен, чтобы охватывать категорию, которая чаще всего попадает в нехорошие дорожные ситуации. Это от 7 до 13 лет, но здесь дети от 12 до 13 лет. А, собственно, в чем заключается конкурс? Какие задания в этот раз выполняют его участники? Ну, я хочу сказать, что очень серьезный конкурс – это медицинская подготовка, теоретическая подготовка и практическая подготовка, сдача правил дорожного движения и управления велосипедом. В этом году мы еще вели конкурс с номинацией такой, как представление костюмов, оценивание костюмов и подача всех культурных таких номеров. Судите строго, вот эти вот ребята, которые сдают экзамен на правила дорожного движения, смогут сдать его в автошколе, скажем? Дети все равно готовятся. Конечно же, не по той программе, которая предназначена для сдачи правил дорожного движения, но на очень серьезный и сложный вопрос, особенно медицинской подготовки, поверьте мне. Ну, а то, что судьи строго, принципиально и честно, здесь нет никаких сомнений. И здесь успех каждого участника зависит или идет в общую копилку команды. Кто-то лучше пролетит велосипедом, его ставят на этот этап, кто-то знает лучше медицинскую подготовку, он сдает эти навыки. Поэтому общий командный результат. Очень большую роль играют, конечно же, педагоги, которые посвящают этому свое личное время, в основном дети готовятся в свободное время. Поэтому, ну, они молодцы, они действительно наши помощники, и для них вот эти несколько дней, проведенных на финале конкурса, такое достаточно знаковое мероприятие. Они приезжают, делятся со своими сверстниками, ну и вообще, наверное, навыки безопасности поведения дороги закладываются в самом юном возрасте. Сергей Викторович, вот вы сказали, что это ваши помощники, и уже много лет работает отряд юных инспекторов дорожного движения, этот конкурс проводится много лет. А есть люди, которые, участники этого конкурса, которые уже надели погоны? Я сказал, что конкурсу 42 года, есть люди, которые уже и сняли эти погоны, и ушли на пенсию, понимаете. Ну, а такой, если сходу пример, то начальник отделения пропаганды ГАИ на Сибирской области, полковник Подзибан Валерьевна, она была юным инспектором дорожного движения. Спасибо вам, Сергей Викторович. Это была рубрика «Гость». Мы были в возрасте в лагере имени Олега Ишилова и разговаривали с начальником управления ГИБДД Сергеем Штельмахом. Через неделю будут новые гости и новое интересное интервью. За повторное управление автомобилем в нетрезвом виде теперь предусмотрена уголовная ответственность местно-административной. Уже 20 человек в Новосибирской области получили реальное наказание по этому правонарушению. Алексей Булышев, 34 года. Год назад его лишили прав. Ехал пьяно на мотоцикле. Но в июле снова сел за руль. И снова нетрезвым. Нарушил правила, остановили инспекторы. Предложили провериться на алкотестере. Однако Булышев умышленно не выполнил закон о требовании полномочия должностного лица о прихождении медицинского свидетельствия о состоянии алкогольного опьянения. По закону отказ от обследования приравнивают к факту употребления алкоголя. Во второй раз за такое уже уголовная ответственность. Решение прав на два года. И крупный штраф. Не меньше 200 тысяч. Алексей заплатить его не может. В настоящее время официально, неофициально где-то устроено? Неофициально на 100. На 100. Ребенок на вашем ждве не находится? Да. Какой у вас доход ежемесячный? Около 15 тысяч. Второй вариант – обязательные работы на срок до 3 месяцев. Песчаный карьер, цементный завод, стройка или уборка улиц. Именно такой приговор ждет Алексея. Назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев. Осужденный с приговором согласен и в последнем слове дает совет другим водителям. Подумать лишний раз перед тем, как сесть за руль в нетрезвом состоянии. Потому что это очень может плачево на закон. Закон об уголовной ответственности вступил в силу 3 месяца назад. В Новосибирске вынесли уже 20 приговоров. Но инспекторы говорят, пока пьяных за рулем меньше не становится. А сейчас наша традиционная рубрика «Две беды» – видео из всемирной паутины. «Две беды» – видео из всемирной паутины. На этом у меня все. Помните, у каждого свой путь, но дороги у нас одни на всех. Сcendt» В Новосибирске Продолжение следует...